Добрый вечер, дорогие зрители! Это большое счастье с вами увидеться вот так. Ведь наша профессия предполагает каждый вечер выходить на сцену или на концертной площадке и встречаться со зрителями. Но вот эта эпидемия, эта пандемия коронавируса заставляет нас быть осторожными и обязательно находиться в самоизоляции, чтобы эта болезнь не распространялась. От нас зависит, как скоро мы ее победим. От нас и от мужества врачей, которые сейчас достается, может быть, больше всех на свете. И наши переживания по сравнению с их трудом практически ничего не стоят. И, встречаясь с вами, я хочу прочитать вам сказку замечательного еврейского писателя Исаака Башевиса Зингера. Это очень известный еврейский писатель. На идише его имя звучит Ицхок Башевис, а дословно сын Башевы. И родился он 21 ноября 1904 года в Лиончине. Это царство польское, Российская империя. Писал он на идише, и его произведения переведены на десятки языков. А в 1935 году он переехал в США, работал, жил в Нью-Йорке. В 1964 году стал первым почетным членом Национального института искусства и культуры. А в 1969 году получил Национальную книжную премию по детской литературе. В 1978 году Исаак Башевис Зингер был удостоен Нобелевской премии по литературе за эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем и вечные вопросы. В 1989 году получил Американскую литературную премию Пен Фолкнер. А умер 24 июля 1991 года и похоронен на кладбище округа Берген в штате Нью-Джерси. Сам Зингер говорил, я никогда не думал, что буду писать для детей. Почему-то считал, что те, кто пишет для детей, ненастоящие писатели, а те, кто иллюстрирует книги, ненастоящие художники. Попугай по имени Дрейдл, Исаак Башевис Зингер. Дело было лет десять тому назад в Нью-Йорке, в Бруклине. Весь день валил снег, но к вечеру небо прояснилось и показались звезды. Стоял мороз, был восьмой день Хануки, и я выставил на подоконник свой серебряный ханукальный светильник со всеми восьмью горящими свечами. Он отражался в стекле, и мне представлялось, что снаружи горит еще один светильник. Эстер, моя жена, пекла на кухне картофельные оладьи, а мы с сыном Давидом сидели за столом и играли в ханукальный волчок. Вдруг Давид закричал, папа, смотри, и указал на окно. Я посмотрел и увидел нечто невероятное. Снаружи на раме окна стояла желто-зеленая птица и рассматривала свечи. Через минуту я понял, у кого-то из дома вылетел на улицу попугай, полетал, полетал по холоду и сел к нам на окно, привлеченный светом. Попугай родом из теплых стран, он не может долго оставаться на морозе, надо немедленно что-то предпринять, чтобы не дать птице замерзнуть. И я отодвинул светильник, чтобы птица не обожглась, когда влетит, а затем открыл окно и быстрым движением руки загнал попугая внутрь. Это было делом нескольких секунд. Перепуганная птица металась по комнате от стенки к стенке, а затем она ударилась о потолок и повисла вниз головой, уцепившись когтистой лапой за хрустальную люстру. Давид стал ее успокаивать. «Не бойся, птичка, мы твои друзья!» Птица подлетела к Давиду и уселась ему на голову. Видно, она была так приучена и не боялась людей. Жена, услыхавшим, прибежала из кухни посмотреть, что случилось. Она увидела птицу на голове у Давида и сказала, «Откуда взялась эта птица?» Она залетела к нам в окно. «Как залетела в закрытое окно зимой?» «Да, потому что папа спас ей жизнь!» Птица не боялась нас. Давид поднес колбу руку, и птица пересела к нему на палец. Эстер поставил на стол блюдце пшена, тарелку воды, и попугай поел и попил. Он увидел волчок и стал толкать его клювом. «Гляди!» – воскликнул Давид. «Птица играет с нами!» И Давид заговорил о покупке клетки и о том, что надо дать птице имя. Но мы с Эстер напомнили сыну, что птица-то не наша. Надо попытаться найти владельцев, которые потеряли своего любимца и теперь, вероятно, места себе не находят. «Ну, что случилось с ним в такую погоду?» Давид сказал. «А пока я буду звать его Дрейдл». Дрейдл – это волчок на идиш. Ночью Дрейдл проспал на раме картины, а поутру разбудил нас своим пением. Он стоял на раме, задрав хохолок, отливавший пурпуром в свете восходящего солнца и раскачивался, как на молитве, и свистел, и свиристел, и болтал, и все разом. Видимо, наш попугай был из дома, где говорили на идише, потому что мы слышали, как он сказал «Зельделе, гекшлофен, зельделе, иди-ка спать». И от того, что эти простые слова произнесла птица, мы пришли в полный восторг и умиление. На завтра возле лифта всех соседних домов я наклеил объявление о том, что мы нашли попугая, говорящего на идише. Прошло несколько дней, никто не отзывался, и тогда я поместил объявление в газете, в которой тогда работал. Но и через две недели никто не востребовал свою птицу. И теперь мы стали считать Дрейдла своим. Мы купили ему просторную клетку со всеми приспособлениями и забавами, каких только мог пожелать попугай. Но ведь Ханука – это праздник свободы, и мы решили никогда не запирать клетку. Дрейдл свободно летал по дому, когда хотел. В зоомагазине нам сказали, что Дрейдл – самец. Прошло девять лет. Дрейдл оставался у нас, и наша привязанность к нему росла день ото дня. У нас в доме Дрейдл научился счету и на идише, по-английски узнавал ивритские слова. Давид обучал его ханукальным песням, и всегда у него в клетке валялся деревянный волчок, чтобы было чем поиграть. Когда я работал, сидя за пишущей машинкой, Дрейдл, уцепившись за указательный палец либо левой, либо правой руки, совершал акробатические прыжки при каждом моем ударе по клавишам. Эстер говорила, что он таким образом помогает мне писать, и что ему полагается, по крайней мере, половина моего гонорара. Сын наш, Давид, вырос и поступил в колледж. И однажды зимним вечером в хануку он отправился к кому-то в гости. Он сказал, что вернется поздно, и мы с Эстер рано легли спать. Но только заснули, как раздался телефонный звонок. Это был Давид. Вообще-то он парень уравновешенный, но тут его так распирал от возбуждения, что едва можно было понять, о чем он говорит. Оказалось, что в гостях Давид рассказал своим приятелям-студентам историю нашего попугая, и девушка по имени Зельда Розен воскликнула, это я та самая Зельделя. Зельда жила с родителями неподалеку от нас, но им не попалось мое объявление ни в газете, ни возле лифта. Зельда была уже студентка и дружила с нашим Давидом. Она бывала у нас прежде, но сын рассказывал о ней очень много, особенно матери, Эстер. Мы почти не спали в эту ночь. И на завтра Зельда с родителями пришла поглядеть на свою давнюю пропавшую, но неждо любимую собственность. Зельда была хорошенькая и талантливая. И в театр, и в музей Давид все последнее время предпочитал ходить с ней. Не только Розены узнали свою птицу, птица тоже узнала своих прежних владельцев. У Розенов попугая называли Цып-Цып, и едва он услышал свое старое имя, как пришел в необычайное волнение, стал летать по комнате от одного к другому, что-то хрипло выкрикивая и взмахивая крыльями. Зельда и ее мать расплакались, увидав своего любимца живым и здоровым, а отец глядел молча, потом сказал, «Мы никогда не забывали нашего Цып-Цыпа. Я уже был готов вернуть Дрейдла его настоящим хозяевам». Но Эстер и Давид сказали, что они и думать не могут расстаться с попугаем. Тем более, что в этом нет никакой необходимости, поскольку Давид и Зельда собираются пожениться, когда окончат колледж. Так что Дрейдл остался с нами, как всегда, готовый к новым играм и к новым словам. А когда Давид и Зельда поженились, они забрали Дрейдла к себе. Зельда часто говорила, «Дрейдл был нашим сватом». На Хануку он всегда получает подарки. Зеркальце, либо лезинку, ванночку, качели или колокольчик. Он даже полюбил картофельные оладьи. Недаром же его зовут Дрейдл. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова